Не сотвори себе кумира. Но эта заповедь чужда фанатам Путина. На протяжении 20-летнего нахождения у власти неизменным оставался бы только лидер. Среди обожателей российского вождя целый батальон его фанатов. Это и Кадыров. И мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимир Путина. И Жириновский. И, конечно же, Матвиенко. С первого дня я работаю в команде Владимира Владимировича. И хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Но все же в кремлевских кабинетах есть главный обожатель Путина. И это по праву Вячеслав Володин. И если бы не Путин, не было бы сегодняшней России. И России повезло, у них есть сильный Путин. Путин, он живет проблемами у человека. А после Путина будет Путин. Это Вячеслав Володин, госслужащий с 25-летним стажем. Ходят, любуются, все друг на друга. В 90-х он дослужился до вице-губернатора Саратовской области. И с того времени начал практику откатов со всех, кому выделялись бюджетные деньги. И брал себе 5% от выделяемых сумм. И в скором времени стал долларовым миллионером. Перебрался в столицу. В конце 90-х он стал депутатом Госдумы РФ. И с тех пор начал подниматься по карьерной лестнице. При этом продолжал свою темную деятельность в Саратове. Вы знаете, если честно, то страшно. 5% с ремонта дорог в Саратове уходили на банковские счета Володина. Он начал отнимать предприятие и создавать свой холдинг. Это такой холдинг, включающий в себя несколько масложировых комбинатов. В Саратове, Новосибирске, Армавире и в Москве. И уже в 2011-м занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента РФ. Ну, он влиятельная персона там, наверху. Он из Саратова. Чудовищный город. Вот когда побываешь в городе, сразу знаешь, кто есть кто. Кто себе 10% берет, а 90% на город, а кто 90% себе или 100% себе. И с тех времен он буквально боготворит Путина. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин. Сегодня Путин воспринимается другими государствами, как человек, эффективно решающий задачи, и человек, способный нашу страну сделать сильнее. А дальше была новая должность и повышение. Володин становится четвертым человеком в стране. Председателем Госдумы 7-го созыва назначен Вячеслав Володин. Он видный единоросс и председатель Госдумы РФ с 2016 года. Мы сейчас с вами выводы должны делать из этого. Делая все для укрепления государства. Иногда в Госдуме РФ бывает очень весело. Вот, например, один из депутатов предложил трансферовать заседание в местах для размышлений. Спикера Володина это предложение очень развеселило. Ой, я не могу. Подумал не о том. За минуту он все же попытается снова быть серьезным. Просьба профильный комитет перечень определить этих мест, где депутаты размышляют. Вы о чем подумали, Владимир Владимирович? СМЕХ Отличился Володин и своей необразованностью, недалекими, отнюдь неумными речами по поводу Украины. По его словам, в свое время, во времена СССР, продвинутые российские регионы кормили и обучали нищую Украину. Мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому. Вспоминал Володин и про Крым. Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Были нарушены самополагающие права граждан Крыма. Право на язык разрушило экономику Крыма и Севастополя. Фактически аннексия. Сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики? Но на самом деле в Украине никогда не запрещали разговаривать на русском языке. И неважно, был ли это Крым или Львов. Русский это был язык или какой-либо другой. Но и на этом риторика не заканчивалась. Через наши парламентские структуры, европейские структуры, мы обязаны Крымом компенсировать то, что терял Крым за эти 20 лет. Ну и наконец день, когда Путин с компанией включали зеленый свет и признавали так называемые республики ДНР и ЛНР. Володину было что сказать и тогда. Прошу в этой связи высказаться председателю Государственной Думы. И сказал он то, что хотел услышать или даже приказал ему сказать его кумир Путин. Обстановка в ДНР и ЛНР сложилась критическая. Учитывая, что гибнут люди, это не прекращается. Депутаты считают, что Киев умышленно просто затягивает и саботирует минские договоренности. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной Думы и признать Донецкую и Луганскую народную республику. А дальше Володин вместе со всеми преступно поддержал старт широкомасштабной войны в Украине. На что успел заработать Володин? Это самый сложный вопрос. И какие бонусы успел получить за свою карьеру? Володин заработал только за 2020 год по официальной декларации 84 миллиона рублей. Миллионер Володин уже давно привык к роскоши и жизни на широкую ногу. Вот она, знаменитая подмосковная резиденция Вячеслава Володина площадью почти 2 гектара. Команда Алексея Навального показала подмосковную резиденцию спикера Госдумы РФ. Здесь есть и вертолетная площадка, и роскошный пруд. Его площадь 4000 квадратных метров. В пруду Володин сам рассказывал, он разводит самов и форель. Тут же первая небольшая беседка, от нее идет мост на собственный островок. И с островка открывается чудесный вид на пирс. Но и это не все. Справа уже совсем солидная беседка, 250 квадратных метров. Слева 200-метровый гостевой дом с колоннами. Слева заметны теплицы и грядки. Там не сомневаемся. Вячеслав Викторович и проводит свои выходные с тяпочкой и секатором. Справа 460-метровый гостевой дом с тремя машиноместами. При том, что в декларации у Володина нет ни одного авто. Ну и, наконец, главная жемчужина резиденции. Барский дом, площадью 1000 квадратных метров. А за лесом участки, оформленные на семью Володина. Справа находится 2300-метровый участок, оформленный на Юрия Полякина, тестя Володина. На участке стоит 930-метровый дом, чуть меньше дома самого Володина. А слева видим точно такой же 2300-метровый участок, которым владеет Лидия Барабанова, мать Володина. Площадь ее дома около 700 квадратных метров. Любит Володин и дорогие аксессуары. Даже в них он старается быть похожим на своего кумира Путина. Элитные часы BlankPaint, выпускавшиеся ограниченной серией, стоят около 10 тысяч долларов. Наверняка эти часы Володину помог подобрать его кумир, Владимир Владимирович Путин. Ведь он носит точно такие же. А еще Володин долгое время не женился на женщине, которая родила ему троих детей. Только потому, что придется в декларацию вносить все награбленное имущество. А замки, дома, дачи и самолеты сразу испортят имидж своего парня. Это Яна Полякина, которая в начале 2020 года стала Яной Володиной. Кроме богатой дамы сердца, есть у Володина и богатая мама-пенсионерка. Моя мама лучшая на свете. Выписка из Росреестра. Вячеслав Володин создал вокруг своей пожилой мамы такие замечательные условия любви, нежности и заботы, что Лидия Петровна приобрела себе в собственность 400-метровую квартиру в элитном жилом комплексе «Белый лебедь» на Воробьевых горах возле МГУ. Огромнейшая квартира на 400 квадратов. Стоит такое жилье около 230 миллионов рублей. Эта пенсия примерно 18 тысяч человек. Но откуда у мамы-пенсионерки оказалось столько денег? Ведь до выхода на пенсию она работала воспитательницей и учительницей. Вячеслав Володин не имеет к этому никакого отношения. И не подумайте, все принадлежит маме. Все оформлено на маму. В декларации Володина ничего указывать не надо. Сейчас на 82-летнюю пенсионерку записано 10 компаний. Как видим, такие, как Володин и другие фанаты Путина в кремлевских кабинетах уже давно привыкли жить на широкую ногу. При том, что десятками лет занимают госдолжности. Они выполняют команды, которые им спускают сверху. Говорят то, что от них хотят слышать. Именно поэтому им все сходит с рук. И никто не разбирается, откуда у них, даже чиновников такого ранга, появляются все эти резиденции, квартиры и дома. Продолжение следует...